День Республики 18 человек выписаны с выздоровлением. Госпитализировано в инфекционную больницу 48 пациентов. В тяжелом состоянии 3. Всего с начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Завершено расследование уголовного дела о халатности должностного лица регионального министерства при обеспечении жильем детей-сирот, сообщает региональный следственный комитет. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2019 года между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и четырьмя жителями города Элисты заключены государственные контракты на приобретение в собственности Республики благоустроенных жилых помещений, квартиры в доме номер 89 10 микрорайона столицы, для последующего их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В указанный период обвиняемый, состояв в должности начальника отдела паровой и кадровой работы Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не провел должным образом предварительный осмотр квартиры, в связи с чем не выявил их несоответствия техническим характеристикам жилых помещений по государственному контракту, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, отсутствие подключения многоквартирного дома к централизованной городской канализации. В последующем указаны квартиры по договору найма жилого помещения, предоставленные для постоянного проживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым возложенных на него обязанностей, неоррационально и неэффективно потрачены средства федерального и республиканского бюджетов, выделенных на приобретение жилых помещений, а также существенно нарушены права и законы интереса четырех граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следователям собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Более 567 миллионов рублей получили семьи с детьми от 8 до 17 лет в Калмыкии почти 3,5 месяцев. Региональное отделение Пенсионного фонда России назначает ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. В стептом регионе выплата назначена на 12 597 детей. Напомню, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. При одобрении выплаты деньги поступят на указанный банковский счет в течение 5 рабочих дней. Подать заявление можно на портале Госуслуг в клиентских офисах ПФР и МФЦ. Отмечу, что ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет – это адресная социальная выплата и положена не всем. Помимо дохода семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе, специалистами ПФР оценивается наличие движимого и недвижимого имущества, а также соблюдение правила нулевого дохода, которое предполагает наличие у взрослых членов семьи официального заработка. От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты. Он может составлять 50 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Городовиковский район с рабочим визитом посетила министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева. В ходе визита были проинспектированы объекты, ремонтируемые в рамках регионального проекта «Культурная среда» – национального проекта «Культура». Так, в поселке Розенталь проходит капитальный ремонт сельского дома культуры, а в селе Чапаевское – строительство сельского дома культуры. По итогам проверки подрядчиков выданы рекомендации обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки согласно муниципальным контрактам. На территории республики продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения. Напомню, ведутся они в рамках федеральной программы содействия и национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как утверждают подрядчики, некоторые из запланированных объектов будут завершены даже с обережением сроков. Как, к примеру, реконструкция автомобильной дороги «Малый дербет» и «Большой Царын». Дорожники уже завершили работу по укладке верхнего слоя покрытия. Помимо этого, согласно проектно-сметной документации, на трассе предусмотрено укрепление обочин щебня, а общая протяженность дорожного участка составила более 11 километров. Работаем практически без выходных, потому что дорожные работы – это сезонные строительные, поэтому стараемся все хорошие деньки зацепить, чтобы у нас получилось все вовремя, с качеством. До наступления неблагоприятных погодных условий, потому что, когда начинаются дожди, уже качество работы резко падает. Едешь и смотришь на свою выполненную работу, которая останется нашим детям, людям, которые радуются, ездят по этим дорогам и благодарят. Есть, конечно, и другие факторы, но больше всего наши люди местные нас благодарят, потому что как бы мы их не забываем, строим и делаем какой-то вклад для поднятия нашей республики. Качественное и ускоренное выполнение дорожных работ невозможно без высококвалифицированных кадров. Сотрудники отрасли регулярно повышают свои навыки и благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» могут повышать уровень компетентности без отрыва от производства. Бесплатно и в онлайн-формате специалистам доступна 21 программа по разным специальностям и направлениям. В прошлом году свою квалификацию повысили более 5000 дорожников по всей стране. Интерактивные онлайн-семинары для работников школ и дошкольных учреждений будут проходить в Калмыкии в течение трех недель до 30 августа. Занятия направлены на формирование культуры безопасного поведения в дорожной среде. Социальная кампания «Расставь приоритеты», которая стартовала в начале июля, проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Калмыкия стала одним из 15 регионов участников проекта. Представители педагогического сообщества Калмыкии могут принять участие в мероприятиях в рамках Всероссийской кампании «Расставь приоритеты», пройдя регистрацию, которая доступна на веб-площадке, адрес которого вы видите на вашем экране. Каждый участник может выбрать любое удобное для него время согласно расписанию. В рамках реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в Черноземельском районе будут оборудованы малые спортивные площадки для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2022 году. По словам ведущего специалиста по делам молодежи и спорта района Владимира Манджиева, работы уже ведутся, место для установки определено, подготовлено основание, будет проводиться монтаж, установка всего оборудования. Завершается ремонт автомобильной дороги регионального значения на участке трассы Элиста и Кюбрул-Чулон-Хамур. Подрядная организация уже выполнены работы посредством обочин, растительного грунта и устройству верхнего слоя дорожного покрытия. В скором времени на объекте планируется установка автопавильона, установка постоянных дорожных знаков и нанесение разметки. После выполнения всех работ по национальному проекту этот участок дороги станет комфортным и безопасным. Подрядная организация планирует сдачу объекта с опережением срока. С 26 августа по 30 сентября еженедельно по пятницам пройдут дни по благоустройству и озеленению санитарной очистки территории Элисты. Руководителям организации и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рекомендовано организовать проведение на прилегающих территориях и территориях общего пользования очистку от мусора с обязательным вывозом на полигон твердых коммунальных отходов, посадку зеленых насаждений, перекопку приствольных лунок, а также покраску, ремонт ограждений, фасадов зданий, сооружений. Жителям домов также рекомендовано проведение субботников по уборке дворовых и придомовых территорий. В свою очередь, управляющие компанией города Элисты должны обеспечить ремонт и покраску фасадов многоквартирных домов, элементов детских и спортивных площадок, скамеек, металлических конструкций и других сооружений. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин